Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна. И сейчас я проживаю в Индии, в Мумбаи со своим супругом из Индии Халидом и маленькой дочкой Амилии. Мы сегодня хотим с Халидом сделать кое-какие изменения в доме. И для этого пойдем кое-что посмотрим и берем вас с собой. Я здесь ничего не говорю, на всякий случай, мало ли, может быть, здесь есть тайные шпионы, которые вы учили русский. Поэтому я вам расскажу все по дороге. Сегодня увидели, что наша бабуленька куда-то переезжает со своим мини-магазинчиком и покричали ее. Наверное, спустился и позвал. И мы у нее все расспросили, куда она там едет, что она делает. Я наблюдаю за ней каждый день, все ли у нее там хорошо. Ее маленький магазинчик сломался, и поэтому его откатили починить. Все хорошо с бабуленькой. Эмилюша там кричит ей на хинде, чтобы она скорее приходила. Спокойные несколько секунд до... Мама, только мама-баттонщик, будь ясная. Мама! Очень рада, мама! Фаз деливеринг. Мама, ты солдит она, да? Пошли, поздороваешься. Только не гладь, ладно? Ну, пошли тогда. Киса моется. Не лезь, не лезь туда. Пошли. Вот такой эмоциональный ребенок. Ну, ладно, все, поехали дальше. А здесь Халин побежал за бананами, потому что у нас дома закончились, а Милюшке в дорогу мы обычно берем именно бананы. А пока я поснимаю вам Индию в лицах. Все как всегда. Здесь, вон, девочки торгуются. Смотрите, вон, продавец недоволен. Ему это не нравится, что они торгуются. А здесь мамочка ведет своего малыша домой с занятий. Сейчас как раз самое время. В Индии, кстати, для меня сейчас очень тепло, а вот для индийцев холодно, поэтому детей посмотрите, как укутывают шерстяные одеялки. Такие малышки. Дай я покажу. Вот такие вот. Топс палец. Так, друзья, всем привет еще раз. Планы поменялись, мы никуда не едем, мы приехали в другое место. Мы хотели поехать в Икею, но не успеваем, потому что просто кошмарные пробки, кошмарные. В общем, наши планы поменялись, но вы все так же с нами. Ждем, стоим, пока он там все закончен. Кстати, въезд в парковку, да в принципе, в торговый центр стоит 60 рупий, если вы на машине. Бесплатно сюда можно добраться только на общественном транспорте, то есть на рейкше, либо пешком. Пешком общественный транспорт. Ну, вы поняли. У Халиды сейчас такой период, он работает 24 часа просто-напросто. Мы ждем, когда он пройдет, но мне кажется, никогда. И естественно, куда мы без скуки-мэна. Амилюшка очень любит печенье, поэтому уговорила Халидов вновь купить ей печенье. Вообще, ну, уговаривала нам пончик, но слава богу, они там с ней торговались. Заметили, она там уже живет печенье, что это потому, что дядечка ее угостил бесплатно печенье. Спасибо, сказал Анкелу. Дядечка, я имею в виду повар. Быстренько. Берем они пончики. Получается, три печенюшки взять выгоднее, чем купить одно. Очень удивительная логика, но вот она есть. А ты папе сказала спасибо? Спасибо. А приехали мы сюда именно из-за этого. Из-за картины в галерее, точнее, выставки в карте. Я когда увидела, что сейчас проходит выставка в торговом центре, мы прям сюда помчались. Я очень люблю музеи, вы знаете, мы в Петербурге с вами часто бываем в каких-то исторических местах, поэтому сегодня стал мне исключением. И я прям с удовольствием сюда приехала, чтобы все эти торговые эти насладиться. Логика здесь также, конечно, немножко железная. Мне не совсем она понятная. То есть о выставке мало кто говорит, но при этом снимать нельзя, потому что они боятся, что кто-то скопирует их искусство. Но все это репродукция, даже если здесь есть какие-то действительно работы художников, все это выложено у них в соцсети. Каждую работу можно купить, но единственное мне показалось чересчур дорого. Вот эта картина около 20 тысяч, вот эта картина 5 тысяч. И это картины, которые они печатают. Ну ладно, дальше Милюша попросила у Халида купить ей мороженое, потому что каждый раз, когда она приезжает, он ей покупает вот эту сладость. Мороженое здесь своеобразное. Оно очень быстро тает, оно прям супер быстро тает. То есть я не могу сказать, что у нас здесь невыносимая жара, но 5 минут и мороженое все уже бежит по трубочке. Сегодня людей в торговом центре практически нет. Это просто красота, мы тут свободно дышим. Я вам уже рассказывала о том, что торговый центр в Мумбаи – это некое развлечение. Но сегодня здесь достаточно пусто. Ого, папа принес масалу, досу и чай. Точнее такой у нас некий обед. Масала, досу и чай. Забегая вперед, скажу, что сегодня по саладосу мне не понравилось, к сожалению. Сейчас вон Халис закончит работу и тоже наконец-то поест. У него сейчас прям разгар рабочего дня. За весь обед мы заплатили 295 рубий. А на обратном пути мы решили зайти в магазин Сари. И я посчитала, что мне наконец-то нужно купить себе Сари. Точнее у меня уже есть два. Мне дарила свекровь в прошлом году. Но сегодня я хотела купить еще себе хлопковое. Но почему-то мне начали показывать именно шелковый Сари. Выбор у них, конечно, здесь был огромный. Решили посмотреть. Он, конечно, мне тоже помогает выбрать. После долгих попыток объяснить, что я хочу простое хлопковое Сари, мне такие показали, что у них есть. Я не знаю, что в итоге тут за секрет. И почему мне не хотели показывать эти наряды, но по итогу показали. Конечно, есть просто потрясающие. Здесь нечего, конечно, сказать. Посмотрите, как красиво. Как красочно. Этим я, конечно, люблю Индию. За красочность, за яркость. Мы, кстати, купили мне наряд. И я вам обязательно покажу, когда сошью себе блузу. Свекровь, сказала, как раз-таки сделает вот ее на днях. И я вам все покажу. А также сегодня нам нужно было докупить спортивный инвентарь, потому что я занимаюсь спортом. И мне нужно было докупить некоторые вещи. И плюс Халид хотел взять себе шорты. Мы приехали в Декатлон. Он считается одним из лучших, наверное, магазинов спортивной одежды. Что-то наподобие, наверное, нашего спортмастера. Ну и Декатлон у нас тоже есть. Но то, что я искала, я не нашла здесь. А нашла только онлайн. То есть можно спокойно было заказать. И не обязательно приезжать в магазин. Амелия не трогает, и не надо. Амелия не трогает, и не надо. Я так не умею. Амелия у нас давно просила велосипед. И мы решили дать ей попробовать прокатиться, чтобы понять вообще, какой брать. По приезду в Россию я обязательно хочу взять и какой-то велосипед, потому что большие дороги она не осиливает, да, большие расстояния. Поэтому нужно взять какой-то дополнительный транспорт. Но вот, например, этот велосипед, он был очень тяжелый. То есть когда она, например, устанет ехать, мне придется его тащить. И он действительно очень тяжелый. Поэтому нужно брать что-то поменьше и полегче. Мне нравятся велосипеды с ручкой, но мне все сказали о том, что он для более маленьких деток. А Милюшка для такого велосипеда уже большая. Знаете, такие вот четырехколесные велосипеды и сзади такая ручка приделана, да, родительская, чтобы можно было спокойно ребенка катать. Ну, не знаю, уже когда будем в Петербурге, будем смотреть, какой лучше всего взять. Хотелось бы такой, чтобы ребенку было комфортно. Ну, и мне тоже. Продолжение следует... Оп-па! Оп-па-на! Оп! Полтора метра! Кабама ист. Поп-па-поп-по-поп-поп-поп-поп. Ухлая! Ага, и я в 16-18. Я умею, папа. Да? Да, зай. Ну, 16,5. 16,13, да. Папа, где там у тебя? Ваше за таланку. А, венок, венок. Стоп! Папа, стоп, стоп, стоп! Стоп! Вот такие вы, эти масштабные громкие свадьбы проходят. На самом деле очень красиво, но я люблю, когда жених приезжает на лошади. Вот это, конечно, зрелищно. Посмотрите, это просто невозможно. Это дорога. Вы понимали, это дорога. Люди просто идут по дороге. И чтобы доехать с одного места на другое, здесь столько нужно нервов. Халит все время бибикает. Тут все друг другу бибикают. Очень сильно устаешь от дороги. У меня иногда спрашивают, от чего вы там устаете? Бешеная энергетика в городе. Просто невозможно бешеная. Очень много людей на дороге. То есть постоянно на стрессе. И очень долго времени занимает переезд с одного места в другое. Ну и что-либо сделать, это занимает по несколько часов. Поэтому, да, когда мы это все дело заканчиваем и приезжаем домой, чувствуешь себя просто разбито. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее маленькое видео. Ставьте лайки. Если да, не забывайте подписываться и комментировать. И до новых встреч. Пока-пока.